Здравствуйте, уважаемые зрители! Специальное данное видео, такое редкое, первое в своем роде, я делаю для того сейчас, чтобы вы могли легче ориентироваться в наших товарах, продуктах, кто приезжает нам на ярмарки Вегмарт, которые проходят каждую последнюю субботу-воскресенье каждого месяца. Ну а кто не может приехать к нам на ярмарки, всегда можно заказать наши товары, продукты на нашем сайте nadgar.ru. Сейчас я расскажу о товарах некоторых, которые мы с собой берем, их преимущества, нюансы определенные. Ну и буду по порядку, в произвольном порядке, я надеюсь, вы это все посмотрите для того, чтобы ориентироваться, знать. Итак, начнем с уникальнейшего товара, о котором я видео еще на данный момент не снимал, но обязательно сделаю. Это пропионовые бактерии, 4 вида бактерий, эвита. Уникальность их в том, что, ну во-первых, маленькая история, это уже с 70-х годов разработки шли, специальные НИИ были созданы, потом все это в 90-е заглохло, и одна женщина, профессор, с которой я знаком, начала, ну 20 лет, как восстанавливает и восстановила, и были созданы новые культуры, что они дают, вот эти бактерии. Это родные нам симбиотические бактерии, которые делают следующее. Попадая в организм, в кишечник, они начинают моментально работать. Они не просто участвуют в переваривании лучшей переваривания пищи, они заменяют, замещают экологическую нишу. Например, даже кандиды грибка, которые уходят, что называется, в латентную форму, тем самым подавляя их, да, подавляют рост патогенных бактерий. Более того, они синтезируют B12, которой у нас теперь не будет дефицит, естественным путем, не синтетический B12, а натуральный. Плюс к тому, в результате этого улучшается КПД переваривания пищи, и главное, всасывание питательных веществ из того же объема еды в 2-3 раза больше порой. У некоторых, у кого сильные, серьезные проблемы с кишечником, посмотрите мою лекцию «Синдром дырявого кишечника», о чем идет речь. Так вот, это позволяет решить сразу кучу проблем. Принимается по одному флакончику в день. Есть вариант там, конечно, на молоке, как это заквашивать, но я рекомендую самый лучший вариант. Вот так доливать воды доверху, вот так вот сбалтывать, выпивать до еды минут за 10-20 час в этом диапазоне. Потом, запивая стаканом полутора воды, чтобы это в кишечник прошло из желудка, а то в желудке многие бактерии переварятся просто. И, соответственно, тогда это начинает работать. Сколько я рекомендую? Такие в коробке 10 флакончиков лучше. Три коробочки на месяц, курс полный. Но можно и хотя бы, скажем так, одну коробочку, 10 флаконов. Тогда это уже большое дело. Все зависит от того, насколько у человека проблема, хронический синдром так называемого дырявого перфорированного кишечника. Вот эта проблема, вот от этого зависит. Далее. В общем, ладно, про это будет отдельное видео. Сейчас я кратко сказал, а то займет очень много времени, а товара много и так. Грибные препараты ясно. Тут об этом у меня есть видео отдельное по темам веселка, агарик и другим грибам. Будут и по остальным. Так что это, конечно, я по всем со временем сделаю. Здесь и препараты Нобель, БАТ. Про это есть видео. Вы, наверное, уже видели. Это крем уникальный на основе Нобелевского открытия одного. А вот этот препарат Нобель, БАТ, на основе трех Нобелевских открытий. Это связано с теломеразой, с теломерами, с сопродлениями жизни. Тем самым это научно все абсолютно доказано. Видео, то, которое будет по ссылочке, вы можете посмотреть и поймете, что это такое. Стоит это, в общем-то, не таких денег больших, копейки, можно сказать, для относительно своих задач. То есть, 8 тысяч на два месяца. То есть, каждый флакон это на месяц. Крем 10 тысяч на месяц. Это дороже. Там два крема. Дневной и ночной. Назовем это так. Теперь. Это, конечно, целая линейка уникальных препаратов фирмы Дюалайф. Дюалайф это польская компания. Президент компании. Доктор наук. Профессор. Врач. И он же веган. Поэтому это с этической точки зрения абсолютно выверенный, а главное, уникальный, не имеющий аналога в мире. Давайте кратко. Кератин. Для роста ногтей. Волос. Незаменимый продукт. Причем веганский. У нас нет здесь невеганских товаров. Уникальнейший аналога в мире не имеет. Так потом. День-ночь. Так называемый. У меня есть ролик, где подробнее я про это все рассказываю. Кроме нескольких последних продуктов, которые на тот момент еще не было. Фактически это укрепление иммунитета. Огромное количество уникальных трав, экстракта их дневной, ночной. Вот этот первый в мире органический, желтого цвета. Витамин С в жидком виде. Первый в мире. А зеленая бутылка это, соответственно, активный хлорофилл. 100% концентрат. То есть это функции кроветворения. Это фактически. А вот если совместить его с новым уникальным вот этим препаратом. Вот эта красная бутылка. Моя кровь так называемая. Это что такое? Это гемоглобин, это железо, это эритроциты. Это, соответственно, возможность восстановить работу именно не кровеносной, а кроветворной системы. А совмещение этого препарата вот с активным хлорофиллом, это будет просто, ну что называется, и быстрее, и проще. То есть это просто прорыв в науке, можно сказать. Ну а это алоэ. Концентрат. Это мощнейшее противовоспалительное, как известно, средство. Также у компании есть несколько препаратов. А я представляю в России эту компанию. Значит, соответственно, есть вот такие три. Холестерол. Про холестерол это растворитель жира и натуральный, естественно, средств. Это тоже растение все. Потом боррелис про. Это действительно реальная борьба с боррелиозом. Бич, ну понятно, что клещи кусают, может быть, энцефалит. Это вирусное. А это бактериальное заболевание, очень серьезное. И особенно в лесах, кто живет в каких-то регионах лесных, то это очень актуально. Ну и, конечно, прокардиол. Это совмещение, у кого есть проблемы, перенесли люди инсульты, инфаркты, до, после, для предотвращения инсультов, инфарктов. Совместить это с моей кровью и с хлорофиллом. И это, можно сказать, почти стопроцентная гарантия того, что не будет вот таких серьезных проблем. Так, теперь, ну, конечно же, дыхательный аппарат от Самоздрав, который увеличивает в крови углекислый газ концентрацию до 6% от общего содержания газа в крови. Тем самым происходит распазмирование сосудов. То есть сосуды деспазмируют, они расширяются, кровоток улучшается, давление артериальной гипертензии проходит, снижается давление. А главное, что он полностью механический, срок службы практически не ограничен. И стоит он копейки, там, две тысячи. То есть это прибор, кстати, медицинского назначения, сертифицированный именно как медицинский даже аппарат прибор. Теперь, есть озонаторы маленькие, аккумуляторные, которые, представьте себе, две тысячи всего стоят в холодильник. В холодильнике не будет размножаться вирусы, грибки, бактерии. То есть, соответственно, пища будет дольше храниться, не будет осеменения вредными патогенными организмами. Я таких использую даже два, кладу на всякий случай верхние полки и нижние в холодильнике. И там аккумуляторная батарейка, микро-USB заряжается и прекрасно все. Есть прибор, вот здесь он не выставлен, сейчас вчера был просто продан, а мы только приехали утром, вот сейчас второй день, воскресенье. Но это не ионизатор, а, правильно сказать, генератор аэроионов. Он стоит 5000 рублей. Что это такое? Это фактически люстра Чижевского, как в советское время, кто знает, но она лишена недостатков. Там были стержни такие стальные и окислы металлов, и вообще металлы, фактически испаряясь, попадали в легкие человека, и там он дышал. А это керамические стержни, такого здесь уже нет. Он практически, ну, очень долговечный в работе, только раз в два года меняется там батарейка аккумуляторная. Создает он также такое разряжение в радиусе двух метров, что, вернее, заряд, что пыли, любые частицы в воздухе прилипают к окружающим, ну, к стенам, ко всему. То есть человек этим не дышит рядом, с тумбочкой кладется, ставится, и ночью человек получает вот эти отрицательные аэроионы, которые являются антиоксидантами. То есть это вот такая тема еще. Конечно, тут есть пайно-стационарный бункер, куда вливается вода, нажимается кнопка, в реальном времени за две секунды буквально наливается стакан воды. Конечно же, это уникальный и хит-продаж, и уникальный прибор Аквапен на данный момент лучший, что в мире есть. И отзывы, ну, вчера человек пришел, четыре штуки взял сразу, потому что результат, который он получил, он родственникам покупает. Вчера же в Москву за заказ поездили, тоже четыре, один взял. А их так берут, как горячие пирожки, потому что люди и отставляют отзывы, главное, видят, что происходит. У большинства людей эти положительные результаты наступают быстро очень. Ну, не у всех, разумеется, потому что это не панацея, не чудо, но почти. Так, теперь, что касается других приборов. Самые большие с водой мы, конечно, не берем, мы на ярмарку далеко не все не берем. Это прополис, спиртовая настойка. Это рекомендуется для... Если вчера ребенок ожегся кипятком, женщина пришла, прям сразу взяла и, естественно, помазала несколько раз. Это проходит боль, это заживляются раны. Это, если сразу помазать в аптечке, в любой, должно быть у любого человека, и человек ожегся, то у него не будет волдырей и так далее. И быстро заживляются раны, естественно. Это противогрибковое. Если на коже там и обработку, как и было, ногтей, например, если грибок ногтей, у кого перекись водорода два раза подряд высохла, вот этим дважды подряд, два раза в день так делать, и проходит грибок ногтей. Например, ну, естественно, надо принимать препараты и внутрь, такие как веселка, шитаки, рейша, потому что грибки, и это очень серьезная тема, но это отдельный вопрос. Вот есть прополис уникальный водный. Когда-то в Тенториуме, я про это рассказывал в своих лекциях, продавали хороший, потом изгажено было все, запах химический пошел. А я долгое время их искал, не мог найти. Вот одна фирма стала делать прекрасную 30% концентрат, то есть его разводить еще надо, можно и в глаза закапывать, но только полуторапроцентный, двух там, да, дистиллированный. А так, применение на сайте написано, сколько, огромное количество, и внутрь люди принимают, разводя в воде, от многих проблем кишечных проблем и прочих. Кстати, как, например, вот эту серебряную воду, стоит раз пять дешевле, чем в кораллом клубе, абсолютно то же количество молекул на миллилитр. Значит, что касается назначения, от стоматитов в рот брызгать до внутривенного вливания при сепсисах. То есть, вчера человек рассказывал, вот пришкодил, было под 40 температура, вирусное какое-то сильное поражение, он выпил полфлакона буквально там за 20 минут, у него через час вообще все прошло, летать стало. Вот такое чудо бывает, казалось бы, но это не чудо, поэтому, кстати, книга целая написана, у Филипповой есть. Так, теперь, вот эта мась интереснейшая, вот скрем с прополисом и кедровой живицей, при очень серьезных разных поражениях кожи, назначение на сайте, посмотрите. Есть два препарата, вот таких, например, вода прополисная, с экстрактами трав, очень интересными для носа и носоглотки, при поражениях, при вирусных заболеваниях и так далее, поражениях носа. А вот есть для ротовой полости, как бы свежесть, подавляет патогенных бактерий естественным путем, то есть не химическими средствами. Конечно, есть линейка, но у нас лучших из этих препаратов, выпускаемые одной абхазской компанией, 4 препарата. Это гипотроп по печени, там множество видов трав, от расторопшей до там прочих. Это уролит по почкам, веноспас, это по варикозу, ну и, конечно, девятка стоп-паразит, его здесь сейчас пока нет, которые по паразитам и входит в наш набор, уникальный набор антипаразитарный, куда входит, естественно, главное вещество действующее находится в лисичках хиномоноза. Только не путайте, это не сушеные перемолотые грибы, вот как же меня это раздражает, когда люди такую глупость несут. Это полученная лабораторно из грибов лисичка вещество хиномоноза, полисахарит, который разрушает даже оболочки яиц гельминта, прерывает циклы развития, почему он уникален, ни одна трава в мире такого не сделает. И вот в набор входят лисички, трутовик, шитаки, свеча лисичка, крем лисичка и, конечно же, девятка стоп-паразит, вот просто ее сейчас нет на витрине. Вот, это набор, он на сайте, у нас это есть, подробно все там рассказано. Да, конечно же, защита от электромагнитных источников излучения, вернее от резонансного разрушительного воздействия от колебательных процессов, вот этих передаваемых ВЧС-ВЧ излучениями, соответственно, это нейтроники, эти микроантенны, микроголограммы. Подробнейшим образом об этом у меня в 10 видео с моим коллегой физиком Тюняевым все расписано, рассказано в моих прошлых видео. Посмотрите обязательно мое видео про Wi-Fi 5G, обязательно посмотрите, кто сомневается, не верит или считает, что все это ерунда, вот насколько эта проблема серьезная, вы поймете. Итак, это хоть какая-то защита, есть устройства, которые на сотовые телефоны, на роутеры, там и так далее, второе устройство идет на мониторы, ноутбуки, планшеты и прочее. Так, идем дальше. Ну, конечно, медная посуда, про ее свойства можно вот сейчас посмотреть кратко совсем описано, здесь у меня есть два видеоролика на эту тему. Ассортимент суда мы берем определенный ограниченный, это кружки, стаканы медные, это все марка М1, да, советский ГОСТ, в мире такой нету просто, ну, про это тоже понятно более-менее. Теперь, что касается, много лет меня просили хорошую зубную пасту, это, конечно, не эталон тот, который теоретически может быть, я перфекционист, поэтому так говорю, но зато здесь действительно натуральные компоненты, которые входят в состав, их 98-99%, то есть из объема, ну, кроме связующих веществ, это все и живица, и прополис, и так далее, поэтому эту пасту я, конечно, рекомендую сейчас. Да, конечно, есть лучшие, например, американская ДТР, там компания или какая-то прочая, но это уже ладно, не будем вдаваться в такие сложности. Понятно, что самый уникальнейший один из продуктов – это фукус. Как принимать, во-первых, два видеоролика есть, во-вторых, как принимать и совмещать три уникальнейших продукта, которые в совокупности обеспечивают организм человека вообще всем, то есть жирными кислотами, микро-макроэлементами, аминокислотами и так далее, и так далее, если совместить фукус, сок пророска пшеницы вакуумной, вот, и дикую спирулину, которая у нас вот там представлена на других стойках. Теперь дальше смотрим. Значит, фукус у нас всегда мы вывешиваем цены текущие, всегда краткое описание, хотя есть два видеоролика, но кратко – это обеспечение организма всеми макро-микроэлементами в хилатной, ионной, водорастворимой форме, чтобы не было дефицита в минералах. Это единственный в мире сейчас простой, самый простой, единственный способ, как обеспечить организм дефицитными, особенно микроэлементами, это бич современности. Вот этот уникальный продукт, кстати, тоже рекуператор, значит, что это такое? Это комбинации там фукуса, мяты, соли определенной и так далее, и при ушибах, если сразу он произошел, помазать не будет никаких опухшестей, боли и так далее. Это проверено и даже на спортсменах, про это мы как-нибудь видео сделаем, даже отзывы из-за футбольной команды. Ну, в общем, уникальная вещь, которая тоже в аптечке, я считаю, у каждого должна быть. Ну, что касается сока корня куркумы, это не куркумин, не порошок куркумы, это гораздо эффективнее, поскольку это фактически экстракт, концентрат корня, то есть там много тех веществ, ну, как вот с хлорелем, которые у твоей разницы, ну, вы поняли, это не сухой порошок. Теперь, что касается, далее, значит, вот есть с огневкой и с травами определенные препараты, которые имеют свои цели и задачи, очень сильные, например, для сосудов головного мозга. Вот это особая ценность, потому что редкое сочетание определенных трав, ну, к примеру, вот можно посмотреть, да, то есть это и пыльца сосны, красный клевер, гингобелоба, там, соответственно, каленул, черный орех, там, рододендрон, даже определенный экстракт, из него берутся определенные вещества, ну, и так далее, и так далее. В общем, так, потом, по усилению, да, с усиленной формулой по глазным проблемам, и можно там закапывать то, что я вот показывал, включая прополис правильно, подготовив, разведя его, и вот этот препарат внутрь. Ну, и, конечно же, для решения определенных женских проблем подробнее изучите про это на сайте у нас, про маточное молочко теперь, которое есть, можно брать не в шприцах замороженное, конечно, это потери определенные до 30%, ну, и это очень много, и имеют по действующим веществам, это удобно хранить, это фактически гомеопатия, по сути, это очень полезная тоже штука, ну, главное, что это удобно просто хранить. У нас есть целая линейка вышла новая, это хлорелла, во-первых, хлорелла органическая, с сертификатами био, и в таблетках, и в порошке, есть и ячменя, значит, проростки, которые в свое время я брал в компании Niken, японской такой компании, обалденная вещь, на самом деле, про это как-нибудь отдельное видео сделаю, здесь вот аналог с сертификатами био есть и так далее. Ну, естественно, наша молекулярная сушка начинает сныть и крапива, брокколи и шпината, то есть 4 основных зелени, которые дают организму тоже практически все, к тому же сныть очень для суставов полезно, крапива, функции кроветворения тоже совместить, если с тем, что я говорил до этого, в начале, с моей кровь-формулой и так далее, это будет идеально. Ну, вот отдельно скажу про конопляные ядра очищенные, то есть, понимаете, это не бесплевел, именно зернышки ядра конопли, ценнейший уникальный продукт, содержащий все незаменимые аминокислоты, жирные кислоты и так далее. Есть у нас протеин сразу, давайте посмотрим, конопляный, собственно, их три вида, из подсолнуха, гороха и конопляный. Чем хорош? Если экономить деньги, то можно, я советую, брать, ну, как бы смешивая то одно, то другое, то третье, но конопляный, он, да, самый дорогой, но зато. Там, например, аргинина, трептофана, то есть, таких незаменимых уникальных аминокислот в трое больше, чем, например, в гороховом. Плюс соотношение, их пропорции, частота обработки, это, конечно, эталон. И вот его можно даже, кстати, ту же виду заквашивать не на молоке, а на молочке, сделанном из, например, в блендере взбитом вот протеиновым вот этот коктейль. Полграмма на килограмм массы тела обеспечит нормальное функционирование всех и клеток организма для белкового обмена, и, соответственно, мышечной ткани. А грамм на килограмм массы тела в день можно даже качаться, то есть, наращивать мышечную массу, бицепсы, тридцепсы и другие мышцы организма. Мы всегда даем пробники наши лучшие виды шоколада, это клубничный, апельсиновый, карамельный, темный и молочный, и также тыквенные семечки в шоколаде. Но у нас более 40 видов шоколада, здесь мы даем, конечно, все мы не можем дать, попробовать, да и смысл, да и с собой все не берем. Но хиты продаж, конечно же, это уникальный кофе, но псевдо-кофе, это 8 видов трав, это не кофе вообще, то есть, вкус человек не отличит, ну, кроме, может, какого-нибудь супер-гурмана, а зато это не вредно. И тем более, это продукт сыроедный. Я, кстати, скажу, что у нас все продукты, вот и шоколады, и все, не просто веганские, а сыроедные, то есть, термообработки выше 42-х не было, все питательные вещества сохранены полностью. Вот этот горячий шоколад, это сказка, как в советское время какао разведенное такое с молоком, со сливками, с сахаром, но только тут виноградный сироп, естественно, сахара никакого мы нигде не используем. Это капучино, вот эти три любимых продукта людей, некоторые берут просто коробками для семьи, для друзей, зная, что это такое, как это вкусно. Ну, естественно, у нас много видов шоколада, это просто на сайте посмотреть, и фисташки в шоколаде, и там вишня в шоколаде, и так далее, и так далее, все понятно. Вот, потом, обратите внимание, всегда берем с собой, я всегда хочу, чтобы люди были разумные, поэтому я всем рекомендую учебник Логика, потому что сейчас это беда, у людей беда просто. Вот такие краткие описания, что мы с собой берем, вот видите, и мед, но мы сейчас до него дойдем, бортьевой и прочее, но в табличках, таких файлах мы всегда ставим. Идемте дальше, значит, вот они все виды спирулина, с собой мы берем только 250 и 500 грамм, 100 не берем, расфасовку, но зато и в таблетках, и в порошке есть. Так, далее, конечно же, наши корма, да, вот я их чуть не пропустил. Первые в мире веганские сыроедные корма, то есть, если веганские есть, то сыроедных веганских в мире нигде нет, потому что они все жарятся. Здесь такая проработка ингредиентов, тут более 50 видов не компонентов питания, а продуктов, которые пошли на создание вот этого уникального корма, то есть, тут все есть, все, что необходимо по всем витаминам, жирным кислотам, и так далее. У нас есть уже люди, которые полтора года с щенков котят, там, собак вырастили, вот взрослые животные полностью только на нашем вот этом корме. Более того, у многих проходили болезни через неделю-две после применения и так далее. Так, аналогов этому нет нигде. Теперь кедровый орех. Что касается кедрового ореха, вот некоторые говорят, а мне вчера ребята сказали, что кто-то говорит, что типа дорого. Но я таким людям что скажу? То есть, почему они считают дорого? Наверное, потому что не сами собирают, а потому что где-то видели дешевле, да? Ну вот, а теперь я на это вот что скажу. Был клиент, он купил у кого-то здесь на ярмарке, конечно же, дешевле. Ну и у нас купил, решил сравнить дороже. После этого он пришел и сказал, я никогда больше не буду покупать дешевле, а буду брать у вас дороже. А знаете почему? Потому что он просто такой фанат? Нет, не поэтому. Это единственный продукт, который сделан полностью без термообработки. Вы знаете, как делаются кедровые орехи? Я им расскажу. Они берутся, ошпариваются при 70-75. Это технология такая. А потом просто берутся и вычесывают. Скорлупа размягчает. И вот белки сваренные. Поэтому они белые, они желтоватые. Ну, дело вообще не в этом. Там есть хитрости, которые можно и цвет изменить. Но дело не в этом. А в том, что мы этот орех... То есть, есть технология, это дорогое оборудование. И вот нам специально его делают. Вот куплен был станок немецкий, специально изготовленный. Это идет такое вычесывание, выбивание зубцами, такими специально. То есть, очень сложная, более дорогая технология очищения без термообработки. Поэтому он, естественно, не потерял никаких питательных свойств и ценностей. Поэтому он дороже. А как он может быть дешевле? Чудесно, не бывает в природе. Это как закон сохранения энергии, что называется. Так что, извините. Вот, теперь. Меды. Вот уникальные виды меда. Это все дикие виды меда. Они бывают сезонно у нас разные. Мы работаем с тремя старобрядцами. Зосима там, ну я не помню, там на сайте другие очень сложные имена, старорусские. Я не помню сейчас. В общем, суть в том, что они не только рука человека не касалась до сбора. Не то, что там химия никакой, об этом и смешно говорить. Это дикая тайга в Алтае. Только один человек в одном эко-поселении общается с этими людьми. Они вообще на связь с людьми не выходят. Это не те старобрядцы, которые уже на камеру снимаются. А это вообще вот те из старых. Такие еще, оказывается, есть. Ну и в лесу, там в разных местах, ну есть горный, собирают ловушки и фактически это поселяют семьи в борте. Либо на деревьях, либо там в других местах. И вот, собственно говоря, вот эти все виды меда имеют диастазы 50-60. То есть то, что вот Жданов о чем-то когда-то, кто слышал, говорил, что вот в Древней Руси когда-то и там до 40-х годов был вот этот уникальный показатель 50-60. Ну да, вот он такой и есть. Значит, это мед ценный, просто лечебный. Так, ладно, об этом всегда... Ну это вот очень хороший смоленский, тоже от нашего, ну можно сказать, родственника моих там, родственников. Это мед дешевый относительно других, но очень качественный. Конечно, он из улев обычных, но химии никакой не травится. Из смоленских лесов. Теперь, что касается гималайской соли, это все ладно, не будем про это даже говорить. Кое-что из органа, мы ее почти уже не возим сюда, через сайт в основном, ну кое-что, да. Некоторые виды масел. Вот этот уникальный уксус в бочках дубовых, реально так. Малина, очень качественная органическая малина. Выжимается сок. В дубовых бочках год стоит, образуется уксус. Ну и потом разливаются стеклянные бутылки, 40 хранений до двух лет. Можно прям взять капельку, салат добавить или куда-то. Аромат аж будет от одной капли. То есть уникальная вещь. Так, ну, соответственно, расторопшу всегда берем по просьбам трудящихся, потому что это единственный способ. Это самое сильное гепатопротекторное средство на планете. Поэтому для восстановления печени обязательно более полугода надо размалывать по столовой ложке порошка в день, три раза в день запивая водой теплой, и пить вот эту расторопшу. Конечно, применяя и другие препараты, есть грибные препараты. Помните, нет одной панацеи никакой. Но в комплексе панацея есть. Если применить системный подход в лечении, когда учитывать питание, образ жизни, нюансы, определенные добавки, тогда можно добиться многого. Ну и амарант, конечно, потому что там вещество уникальное из сквален, которое, соответственно, является мощнейшим противораковым средством. И я при лечении опухоли и тогда всегда рекомендую, помимо лечения медицинского назначенно, помимо грибных препаратов, координируя, меняя питание, добавлять в том числе уникальные продукты, такие как амарант. Но проращивать до шестого-седьмого дня прорастания, чтобы максимальное количество было этого вещества и плюс минимум лектинов. Ну, соответственно, ладно. Идем дальше. Вот эти уникальные соусы, которые... Сейчас, вы, кстати, пробовали их? Нет еще? Нет? Нет, ну это люди к нам из Беларуси просто приехали. Возможно, будущие вот такие представители, оптовики крупные. Я надеюсь, тогда людям, кто в Беларуси слышит, будет проще, так сказать. Что касается... Хотя у нас каждый день идут заказы из Беларуси, но дело не в этом. Вот эти соусы, первые в мире соусы подобные сыроедные. Не только веганские, они сыроедные. Например, кетчуп сделан по ГОСТу 30-х годов. А давайте прямо в прямом эфире. Вот не 70-х годов. Кто-нибудь, помогите мне. Так, давайте попробуем. Вот так я ему сейчас дам. Вот, сделан по ГОСТу 30-х годов. Но он сделан в вакууме. То есть, понятно, что здесь термообработки нет. Раньше таких технологий просто не было. Сейчас они есть. Вот попробуйте свой и... Сейчас я вам дам. Вот попробуйте. Какой послевкусие, да? Какой вкус... Ну, вот что скажете? Тарелку наложите и ложкой съесть целиком. Очень напоминает кетчуп из СССР. СССР, но только вот я говорю, что это не просто тот самый, который был 70-х, 80-х, ну, по ГОСТу 70-х. Это другой. Но там это будет видно, как говорится, когда уже вот вы, если найдете и по сравнению попробуете. Ну, в общем, как? Нравится? Здорово. Высший класс. Ну, отлично. Благодарю. Ну, вот все, уверяю вас, наши соусы, да, любые. Майонез, майонезный, майонез провансаль, кисло-сладко-острый, уникальный, да, для разных горчицы, которые, так сказать, это... Все они имеют вот такой уникальный вкус. Не отличаются от тех, которые были, например, те же майонезы с яйцами, ну, понятно, без яиц. Но вкус абсолютно добились тот же самый. Это все возможно. Это все, причем именно вот натурально, без химии. Отдельно скажу про линейку уникальных продуктов из кокоса. Вообще есть видео, вы обязательно его посмотрите. Мой программист вставит сейчас его перед вами, и по ссылочке тоже будет. Значит, во-первых, это не только кокосовое масло, аналогов которому нет в мире, потому что один из основателей вот этой компании был ныне покойный бывший король Таиланда, который был таким же, как я, перфекционистом, сдвинутым в этой теме. То есть любой сертификат немецкий био – это ГЭП по сравнению с тем, какие сделаны были производства эти. Ну, как ювелирные, можно сказать. То есть по гигиене и прочее. То есть он был в этом плане. Аналогов нет даже среди тайских продуктов. Я уж не говорю про вьетнамские и прочие ГЭП из Индии и так далее. Что касается вот этого, например, нектара. Это сыроедный, кстати, тоже продукт. Это нектар из цветков кокоса. То есть природный, натуральный сахар, но только безумный вкус. Как карамель вот советская вот такая. Но только это вот. Значит, теперь есть вот такой вот продукт, где масло кокоса. Это, кстати, насыщенные жиры, уникальные, имеющие в своем составе очень серьезные жирные кислоты, которые являются, например, ну, скажем так, мощными антисептиками. То есть это полезный продукт, но незаменим при кето-питании, например, веганском особенно, который я рекомендую. А это паста, то есть когда сам мякоть кокоса с маслом. Вот этот сахар, так называемый, в кавычках возьмем это слово, потому что это нектар, но который кристаллизован при низких температурах. Это фактически вот кто любит, не может жить без сахара, может вот такой продукт. Это, правда, японское производство. Это кусочки алоэ в сиропе, то есть в своем же соку. Ну, короче говоря, алоэ это вот понятно, что такое мощнейший антисептик. И, конечно, японское качество. Что касается вот этого, самый экономичный вариант, всего полторы тысячи стоит 750 миллилитров. Вот этого биоорганического, кстати, у них есть свой сертификат, помимо европейских, естественно, биоорганик. Это еще выше. Это определенный сертификат, который король в Таиланде еще основал. Ну, наши мыла, что про это говорить? У нас вообще больше 60 видов. Это шампуни, мыла, да, которые можно есть. Кто-то скажет, есть? Я говорю, а вы что, что вы творите, люди? Вы что, мозгов нет, что ли? То, чего нельзя есть, нельзя на кожу намазывать. Это я понимаю, что люди мажут, но это от дури своей, а не от того, что это нормально. Если чего-то можно намазывать на кожу, значит, это должно быть можно есть. Так вот, а что у нас в составе? А вот любой возьмем, посмотрим. Вот есть 7 нот у музыкантов, да, 7 нот всего. Какие произведения, какие шедевры люди создают, да, миллионы, не похожие друг на друга. В основе состава омыляющие масла читаем раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть видов масел. Это чтобы сделать основу, была создана комбинация в определенных пропорциях из шести. Конечно, это не семь, как у музыкантов, но это тоже сотни тысяч комбинаций. А чтобы и мыло легко мылилось, и смывалось, и удерживало, какие ухаживающие масла. А теперь читаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И еще девять ухаживающих масел. И эфиры натуральные. Вот из чего состоит наша мыла. Знаете, вот эти бутики, которые продают мыла разные, да? Так вот, что они делают? Да, может быть, некоторые био и органические, но они покупают основу готовую, они сами ее не делают. Там глицерин, там прочие прелести. Ну нет, вот аналогов, у нас даже из Саудской Аравии прилетают реально люди, ну там курьеров посылают, берут по 200-300 кусков. Потому что, ну потому что этого масла, мыла ни за какие деньги купить нельзя в других местах. И вот, собственно говоря, есть шампунь, есть жидкие моющие средства для мытья рук там. Ну, определенная линейка. Есть также пять уникальных аджик. Разный, как бы национальной кухни повторен. То есть, абхазская, зеленая, там прочее, с травами. Ну, вот уникальные тоже такие, да? Ну, в общем, это малая часть того, что мы сейчас с собой берем. То, что мы, я рекомендую. Ну и остальное в моих лекциях можно найти. Это малая часть. У нас более 500 видов продуктов. Все они веганские, все они экологически чистые. Все они сделаны, как говорится, людьми, либо нами, либо нашими коллегами, моими партнерами или поставщиками, которые также увлечены своим делом, как и я, которые живут не ради там заработка, а это побочные приятные последствия любимого дела. А любимым делом своим вот этим живут, понимаете? Да, и, конечно, забыли, но уже камеру выключили, просто кадры вставим. Конечно, наш уникальный сыр, он редко бывает, делается мало, долгая история. Он делается как по технологии, как вот из молока сыр, но это сыр полностью веганский. Там белки амаранта, некоторых видов ореха, там, ну, сорга, например, да? И он также ферментируется определенными бактериями, заквар. То есть, полная технология молочного сыра, но это сыр веганский. Более того, первый в мире сыроедный. То есть, термообработки здесь никакой нет. Ну, вот так выглядят, да, паштеты, кадры поставим. И паштеты наши, три вида, а будет еще скоро два, они повторяют вкус. Вот они условно называются, там, ну, с грибами, там, два вида грибов, белые шампиньоны, помимо разных, тоже. Это белковый продукт, там тоже белки амаранта, сорга, просто, там, некоторых орехов. Более того, есть так называемый, который похож на условно-условной старой жизни, назовем, мясо птицы, или там дичи, типа оленя, там, да? И других. Вот будут человек, которые полностью вкусы неотличимы, но зато это совершенно этический веганский, полезный продукт и так далее, и так далее. Ну, вот, примерно такую добавочку вот еще я забыл, поэтому сейчас сказал. Да, конечно, не все еще. Еще что-то он не выставили, а мы возим с собой чуть-чуть, еще побольше даже. Ну, вот, собственно, так. Вот все, дорогие друзья, на этом, пожалуй, все. Маленький такой репортажик с ярмарки вот до открытия мы решили сделать, пока народу нет, и чтобы просто проще вам было ориентироваться, что мы с собой обычно берем. Конечно, помимо, следите за новостями, которые я перед ярмаркой всегда рассказываю, потому что мы всегда берем новинки, те, которые появляются, которые обязательно еще будут, и об этом будут отдельные видео. Всего хорошего. Покупайте. Те, кто не может на ярмарку приехать, просто заходите на наш сайт nadgard.ru, заказывайте в любой город страны и мира. Если вы находитесь, предположим, в Европе, то это будет через Киев, через Украину, через нашего там представителя. Мы наши товары отправляем, проблем нет, смотрите в раздел «Доставка и оплату», называется «Доставка и оплата» на нашем сайте nadgard.ru. Всего хорошего, до свидания.